Ковчег Работа прославляет тех или иных святых. Мы всегда проникаемся в тайну их жизни. Что же главное было? Какой путеводитель они исправили? И это неизменно образ Христа. И святые нашли Христа и жили с ним. В этом году исполняется 600 лет с того момента, как были обретены мощи Сергия Радонежского. Святой жил в 14 веке, основатель пяти монастырей, в том числе Троица Сергиевой Лавры, Подмосковье, где и покоится до сих пор. Его ученики и последователи построили около сотни обителей. Преподобный творил чудеса еще при жизни. Исцеления от болезней происходили и после его ухода. Во время обретения по сей день мощи Сергия Радонежского нетленны и благоухая источают специфическое вещество, так называемая мира. Когда преподобного Сергия обрели, сделали для него раку для его святых мощей, заметили удивительное событие, что покрывая его останки облачения монашескими священничествами, в течение года, как будто бы кто-то носил эти облачения, облачения изнашивались. И каждый год мощи преподобного Сергия приоблачали и понимали, что вот этим явным образом преподобный показывает то, что он с нами. После службы каждый желающий мог прикоснуться к мощам святого. В молитве люди просили помочь разрешить их проблемы и выздороветь от болезней. Тепло. Самое, как говорится, я даже думаю, что дошло. У меня тут молитва была записана, я приложил ее. Так что там же я не буду читать. Приложил. Вроде. Будем надеяться. Подходишь к мощам, хотя такая и суета, и давка, но все равно благодать ощущается, что преподобный на нашей земле. Помолились о близких. Ребенок в первый класс идет. Вот. Помощь, обучение. Благодать. Плакать вычиться. Очищение. Наверное, так. Прикоснуться к святыне можно в четверг и в пятницу. А затем Ковчег продолжит путешествие по 50 епархиям Русской Православной Церкви в России. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События. Очень приятного. Прикоснуться к святынея. Прикосист Todo к пилота. Прикосunto. Прикоснуться к старому правосу. Прикос подумаем. Продолжение следует...